Итак, Столыпинские реформы. Что это такое? Давайте поговорим об этом с нашими экспертами, уважаемыми людьми. Это доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государства университета Александр Владимирович Пыжиков. Александр Владимирович, скажите мне, всё-таки Столыпин – герой или враг нашей страны под названием «Россия»? Да ни то и ни другое. Мы всё время проезжаем мимо Белого дома в виде памятника Столыпину. Если вы хотите замахнуться на скрепы... Да нет, дело в том, что памятники и всё остальное – это некие такие итоги пропагандистские. А пропагандистские всякие усилия и вообще вся эта пропаганда, она, как правило, всегда бывает довольно поверхностная, мы это знаем. И на самом деле она не схватывает всего, что было тогда в реальности, что определяло тогда ход событий. Понимаете, в чём дело? Если вот так опираться, как говорите вы, на, естественно, нашу историю, то получается, что нет ни врагов, ни героев. Герой в нашей стране – это наш народ. Это всегда и вне зависимости от того, при каком строе мы живём. Или до 17-го года, или советский, или после. Но мне кажется, что это вообще просто, это единая страна под названием Россия. Это вся её история, в том числе и 17-й год, и 45-й год. Конечно, всё правильно. И, к сожалению, 91-й год – это тоже наша история. Никуда не денешься. Никуда не денешься. Но возвращаемся к реформам Столыпина. Давайте начнём, наверное, с самого главного. А почему вдруг назрели эти реформы? Почему вдруг царское правительство, несмотря на то, что всё-таки урожайность повышалась потихонечку, страна обогатела, люди работали, почему вдруг это назрело? Да, ну, урожайность повышалась везде, на самом деле. Большие урожаи, они пошли, наверное, в Европе, такие серьёзные уже, с 1880-х годов. А с чем это было связано? Изменение климата? Нет, не изменение климата. Это связывали, на самом деле, с применением различного рода агротехнических вот этих вот приложений, по-современному говоря, там, удобрений, там, и всего вот этого комплекса мероприятий. И, действительно, на странах Европы этому делялось очень много внимания. У нас это была довольно-таки провальная тема. Это раз. Второе, значит, это то, что отказались от общины на Западе. Там был такой перевод на частные рельсы. А скажите, с какого времени начался у них переход от общины к, естественно, вот к этому... Да, да, там по-разному. Например, вот в Пруссии, в германских, да, государствах, которые образцом, естественно, всегда являлись для дореволюционной России, вот это вот законодательство о переводе на частную собственность, оно было принято после Наполеона, наполеоновских войн. Ого! Да, и последний этот акт законодательного где-то был в начале 1120-х годов, в 21-м или 22-м. То есть у нас был положительный опыт перед глазами? Да, поэтому к этому опыту и апеллировали часть, значительная часть вот той интеллектуальной элиты, которая осмысляла все эти экономические и социальные процессы на Западе у нас. То есть они как бы апеллировали к этому, смотрите, там перевели на частные рельсы, да, и вот стали, частник стал заинтересован в труде, и частник начал уделять внимание всем вот этим удобрениям и различным агротехническим мерам, то есть вот того, что у нас как раз не хватало, с чего мы начали. То есть, в общем-то, со всех сторон такой, в общем, импульс позитива идет. Поэтому, значит, нам нужно делать то же самое. А у нас что происходит? У нас после 1861 года, это вот реформа освободительная, знаменитая. Крепостное право. Да, отмена крепостного права, попросту говоря. Что происходит? Ничего. Общинные порядки, это некие такие оковы, так вот раньше говорили, оковы, которые блокируют предпринимательскую инициативу крестьянства. Поэтому нужно эти оковы разбивать. А в чем, скажем так, во-первых, ну, в чем были проблемы этих общинных оков? А с другой стороны, ну, и хорошо, давайте разбивать их. Ну, потому что, нет-нет, во-первых, там круговая порога, основной принцип общины был. Конечно. Круговая порога. Это было удобно для власти много столетий с точки зрения сбора податей, там, налогов потом уже там, да. То есть, это был хороший рычаг. Ну, так нет, это все-таки некое спокойствие. И поэтому ведь я напомню, до 1861 года круговой порогой пользовались кто? В первую очередь помещики, ну, государственные крестьяне, понятно, там и государство, да. А вот помещики, вот помещий с сектором, большой же был, да, они как помещик отвечал за сбор податей перед государством. Ага. Да, и поэтому, значит, помещик был также заинтересован вот в этой общине. То есть, смотрите, государству было полезно, общинный строй, ему было легче общаться не с одним, не с каждым раз участником, а... Правильно, государство не общалось с населением, чиновничество. И, кстати, и всякий научный и прочий публик тоже. Это редкие исключения были. Позже, к концу 19 века это стало уже пробиваться. А до этого вообще какие-то параллельные реальности. С кем общался помещик, всякий там чиновник, кто там какой-то там бургомистр или еще что-то там. С кем не общались? Они общались с сельским старостой. Они других-то и видеть не видели, и что там происходит не знали. Александр Владимирович, то есть получается, что культивация вот этого скрепа, как говорят, общественного домостроя в деревне, это было культивировано веками, потому что это было выгодно государству? С одной стороны, это было выгодно государству. Это естественно, да, с точки зрения всех фискальных дел, как вы сказали. С другой стороны, если копать шире, то государство практически не знало, что такое община, что там происходит внутри, как это воспринимается изнутри. И самими теми людьми, кто в этой общине находится, в этой круговой поруке. Понятия не имели до конца. Именно поэтому после 60-го года появились народовольцы, этих и таких народов, которые начали раскачивать лодку. И вот они-то как раз хорошо знали, что происходит. И причины, там были свои причины, потому что народовольцам надо было, всем этим народникам, народничеству нужна была, революционному такому народничеству особенно, нужна была сила, которая, значит, они понимали, что сами они не смогут сбросить, так сказать, столкнуть этот царский режим. Вот поэтому нужна, так сказать, грубая материальная сила. И вот здесь, Александр Владимирович, у меня возникает второй вопрос, очень важный. Когда мы говорим о революции 5-го, 7-го года, мы почему-то постоянно показываем на Красную Пресню, на рабочих, на казаков, а ведь, оказывается, основной движей силой этой революции были крестьяне. Помещи, усадьбы горели, конечно. Вот, и для меня это было вдруг открытие, что, оказывается, вот где... Нет, 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 крестьянские были, абсолютно, нет. Просто, понимаете, в городе, тем более в Москве, да, крупнейший индустриальный центр страны, вот, это все известно, это все на виду, вот, тем более, сюда же войска выводили в 1905 году, я напомню. И в районе Белого дома там стояла фабрика того же фабриката Мебельный Шмидт, где сейчас Белый дом находится, и парк. Неудачное место, конечно. Ну, многие иронизировали, когда это строили, когда это здание строилось в 1180 году, его сдали. Вот, так и к чему я говорю, а на селе, конечно, было тоже очень сильное брожение, вот, и брожение было за что? Уравнительное распределение земли по справедливости. Когда на это начали покушаться вот особенно, то это вызывало большое, так сказать, негодование. То есть это целый комплекс воззрений, если так вот чуть-чуть пошире сказать. Ну, это философия целая. Конюха, правильно-правильно. То есть лес, водоемы, они не могут быть в частной собственности ни у кого. А это была частная собственность или помещиков, или государство? Ну, чаще всего, чаще помещиков. Был уже принят закон о лесах в 1192 году. Слушай, и получается, что помещики, имея леса, имея луга, сдавали просто в аренду общине? Конечно. Могли сдавать, конечно. Но они все равно были собственниками. Да, но они были собственники. А это в глазах крестьянина, это было просто что-то запредельное кощунство. Слушай, а еще вы знаете, Александр Владимирович, я думаю, такой психологический фактор. Ведь до 61-го года, ну, до реформы крепостного права, ведь когда крестьянин обрабатывал землю, он понимал, что он работает на барина. Но вся земля, это была его. И когда вдруг после того, как крепостное право, как говорится, отправилось в волшебный мир, то получается, и когда ему дали просто надел, то оказалось, что вся земля, которая была его психологически, его вдруг закончилась этим наделом. И я представляю, что для него это было тоже определенным. Но психологически как его все равно. Весь земельный фонд был поделен между дворянством. Конечно. Весь земельный фонд страны. Включая государственные. Там были земли-двора. Это вот это вот императорские. Это самые крупные латифундисты были. Слушай, получается, Александр Владимирович, что если бы я был политиком, или мы с вами были политиками в пятом году, мы бы просто сказали бы, ребят, давайте все национализируем, и мы бы стали герои. Ну, социалисты в лице эсеров там нечто подобное предлагали, это все лежало на поверхности. Но здесь не понимают главного. Вообще не понимают, и до сих пор это не исследовано. Общину исследовали сейчас, все разобрали по косточкам с точки зрения социально-экономической. Это понятно, да. Все, начиная там с 19 века. Но в глазах тех, кто в этой общине был объединен, то есть в глазах самого крестьянства, дело выглядело намного сложнее. И экономический фактор здесь был не главным, не на первом месте. А что было главным? Потому что круговая порука, которую клянули все, те же народники и прочие. А давайте еще расскажем, что такое круговая порука? Ну, круговая порука это когда ты отвечаешь по обязательствам, коллективная ответственность по обязательствам, по датам и всем прочим. Рекровская обязанность, пока ее не отменили, все такое. То есть, например, надо в армию, давайте-ка... О, Марфа сильно, вот у вас... Ну, там мир, община определяли кто там, ну, конечно, внутри. Я же говорю, не соприкасались с этой жизнью. А на самом деле для людей, которые жили вот этим вот общинным строем, которые клянут, на первом плане был духовный фактор. Вот этого никто не хочет видеть, особенно в таких категориях не мыслит западная историография, которая... Слушайте, они вообще дали душа это такое понятие... Для них это чушь собачья, вообще-то ни о чем, время дать не будем тратить. Вот давайте поговорить по экономической, по социальным каким-то, по таким делам, техническим каким-то там. Вот они там урожай считают, там... Технократы. Да-да, позитивистский подход это называется. То есть сила факта такого чистого, его величество факт. Вот эта вот западная историография, она сейчас правит балл в изучении вот всех таких явлений. Естественно, она, вот это клише, община только с точки зрения социально-экономической. Мы смотрим. А общину-то надо начинать смотреть. Социально-экономической точки зрения в последнюю очередь. А начинать нужно с духовного фактора, чего западная историография не видит вообще. Потому что, ну, это уже совсем действительно такой малопонятный вопрос, что значит духовный фактор применительно к общине круговой поруки. Ну, это уже область неэкономики, как мы уже догадались, да. В чем здесь главное? Вот коротко если, да. Что человек не может обрести вечность после смерти на индивидуальной основе. Только в коллективе, в социуме, по-нашему говоря. Этот социум, это есть то, что дает опору... Это и есть моя семья. Причем семья не в плане типа... Да-да-да, я приеду. А вот именно тех духовных близких людей, которые с ним по жизни были объединены. И считалось в глазах человека крестьянского, отошло из глубины вот этой нашей российской цивилизации, что человек, который умирает, то его путь там обеспечивается тем, что его поддерживают здесь вот эти вот люди. Вот в чем был мысль круговой поруки. Из-за этого грандиозной поминки. А так это весь ритуальный ряд. Уход тогда в мирной. Он как раз обслужил вот эту вот примерную установку, которая так грубо сейчас озвучила. Я на что замахнулся Столыпин. А конечно, а Столыпин об этом даже не знал. Он не думал об этом так же, как не думают сейчас те, кто его воспевает и вот все эти почитатели. Нет, я просто, я примерно понимаю, что... Он понятия не имел об этом. Когда мы говорим разрыв между городом и деревней, разрыв между верхушкой власти и народом. И никто... Он вообще ментальный. Да. А он решил ничего, это все вообще надо делать, как на Западе. Слушайте, Александр Владимирович, почему, когда эта реформа замышлялась, почему Столыпин не обратил свое внимание, правда их было всего 2% в нашей стране, на староверов? Да нет, ну как не обратил. Во-первых, у староверов было 2% это по официальной статистике, над которой не смеялся только ленивый. И выходили огромные статьи после переписи. Это же в 1997 году была первая перепись такая, всероссийская. И вот там эти 2% фигурировали. Они тоже были взяты по традиции. Они с Петра Первого фигурировали. Какая бы численность не была населения, а эти 2% кочевали уже 200 лет. Конечно, это абсолютно точно. И все смеялись, когда я смотрел газеты по итогам этой переписи. То, конечно, вот конфессиональная вот эта вот графа, она вызывала смех. Говорит, какие 2 миллиона у вас там, ну 2% этих староверов? 20, может быть? С этого надо начинать для того, чтобы как бы численность хоть более-менее прикинуть. Ну, он, как он обращал внимание? И он тоже не обращал на это действительно внимания, потому что он подходил к этому так сугубо позитивистски, опять по-западному. Все это перемолится, все это нивелируется. Это не ведущий фактор. Ну да, есть там староверы, такой вот есть, да. Ну, это все сгладится, сгладится. Чего на этом зацикливаться? Надо давить дальше, продавливать, значит, это все. Ну, смотрите, но получается, Александр Владимирович, что мы подложили, ну не мы, а в данном случае Петр Аркадьевич Солыпин, он подложил динамит, потому что что такое круговая порука, что такое община? Это когда все... Ну, это отменили еще до него, я отменили в 1903 году, до него еще, да. Но это получается, да, это получается, что общество, которое поддерживало всех, и слабых, и сирых... Нет, он покусился на основы, он даже не понимал, на чего он покушается. Нет, я просто говорю, смотрите, это значит, это общность людей, которые поддерживают слабых, сирых, убогих, и в этот момент нам предлагают разделить их. Вы понимаете, что такое выход из общины в глаза крестьянина? Это изгой. Это изгой. Это просто человек, от которого дотронуться уже пакостно считалось. И Столыпин сказал, что эти люди... Это не изгой, а герои. Это самые лучшие люди. Все просто обалдели, по-нашему говоря, там. Чего такое происходит-то? Это же антихристовласть какая-то там. Вот она себя проявляет. Но самое интересное не в этом, ведь по большому счету эти герои, которые вышли из общины, которые стали владельцами надела в земле, они стали обогащаться. Безусловно, произошло классовое расслоение внутри уже общины, но самые потрясающие... Знаете, о чем вдруг подумал? А те люди, которые разорились, которые потеряли свою землю, которые потеряли свой смысл жизни на земле. Ну, маргиналы, по нынешнему времену, мы говорим. Ну, так их называют. Так это и обострялось социальное обстановление. А куда они пошли все? Завод. Так нет, это было то же самое. На самом деле, вот был в 1092 году принят впервые в Российской империи закон об охоте. Казалось бы, не имеет отношения. Об охоте в лесных угодьях. Охотиться-то где? В лесах. Ну, так еще. Ну, да. Что это преследовало? Преследовало запретить вход населению в леса. Леса частные становятся. Без разрешения туда нельзя заявляться, там и охотиться, грубо говоря. Смысл этого закона был какой? Чтобы затолкать как можно больше людей, не могли прокормиться, затолкать их на заводы. Потому что была уже фаза индустриализации первая, ВИКТО, которая там олицетворяется. А сейчас, при Солыпине, намечалась вторая стадия индустриализации. Еще более, на самом деле, масштабная, чем была в конце 19 века, уже без ВИКТО. Ну, смотрите, получается, что вытесняли не самых лучших, которые уходили с земли, а вытесняли самых, ну, к сожалению, слабых, самых подверженных влиянием людей, которые пришли в город и которые потом стали движущей крепкой силой. Ну, стали. Опять вот мы на это сползаем. Община – это, грубо говоря, как лучше и больше набить желудок там. Да не думали об этом. Это в последнюю очередь, как это ни странно. В первую очередь думали о том, как человек из этого мира уходить будет. Главное для того человека того времени, менталитета крестьянского – это смерть. Живем ради этого, на самом деле. Семья, дети – это все ступени к этому событию. И, по большому счету, это живет до сих пор в ментальности вообще, россиянина. Живет. А куда смотрела православная церковь? Она поддерживала эту реформу? Да, она поддержала. Православная церковь все поддерживала. Слушай, а получается, смотрите, если, опять-таки, православная церковь поддерживает то, что не принимает народ, что происходит после этого? Православная церковь – это пристройка государства была всегда. Да, собственно, она для этого во второй половине 17 века и создавалась. Именно для этого. И ни для чего другого. Это нужно просто понять, если что бы хотим разобраться в этом. Из применительно к Столыпинской реформе. Ну, посмотрите, вот я их насмотрелся вдоволь, да, за сколько лет, сцентографические отчеты Госдумы, где вот обсуждался этот закон. Ну да, и первая, вторая, третья Госдума. Ну, там прямо это самое, этим епископы, там и были депутатами, священники епископы. Как? Священники были депутатами? Да как, ну, в третьей, четвертой думе там около 50 человек в общей логике. В октябристов или где? По-разному они там были. В общем, везде. Правые, да, да, ну, правые в основном, конечно, такие партии. И вот там был такой епископ Митрофан, который выступал за Столыпинскую реформу. И там были и крестьяне еще, которые выходили туда и говорили, что это самое, мол, это что мы слышим? Это люди, которые, значит, пропагандину призывают, да, там, к равенству, там, Христос у них, да, они здесь голосуют и продавливают вот эту вот обираловку, которую нам предлагает, значит, правительство. Что это за люди? Какие они божьи там? То есть это открыто неслось с трибун Таврического дворца в Петербурге. Это не секрет никакой ни для кого. Я почему вас спрашиваю, иногда у меня возникает вопрос, как люди, самодержавие, вера, страна, как вдруг они так переметнулись? Как они только что вчера ходили на воскресную проповедь, на воскресную службу, а сегодня они срывали креставскую палату? И теперь я понимаю. Да, конечно, это все как бы иллюзорно было. Вся вот эта вот церковная православность, церковный, я акцент делаю, она иллюзорна была. Просто это вот сказали, что вот так вот будет, пусть и будет. То есть внешняя оболочка. Что под этим? Никто не разбирался. Вот как с общиной. Там дело очень сложное, если ее начать копать. Вот, кстати, общину хорошо изучал у нас в МПГУ, работала еще в советские годы, и потом Аполлон Григорьевич Кузьмин. Вот он занимался этой общиной, он всегда говорил. И в своих трудах у него это очень отмечено, что, ребята, мы этого даже не знаем. Это надо все копать. Слушайте, и, Александр Владимирович, приходится проводить параллели. И в свое время, когда Сталин вдруг решил путь на коллективизацию, по большому счету он опирался именно на общину. И вдруг он понял, что это может спасти и власть, и сельское хозяйство, и будущие страны. Опирался. Поэтому здесь сопротивление, оно было несколько зеркально. Если, на самом деле, при Столыпинской реформе до 1917 года, когда она в действии была запущена, негатив был со стороны вот этой массы, которая, конечно, принятие обрушивало это неприятие на тех, кто выходил. Там были конфликты очень серьезные, и до убийств доходило. То при Сталине наоборот, значит, недовольна была та часть, которая выходила, вышла. Или аналог ее, который в 1930 году был. Кулаки, как их окрестили. Ну, это и раньше еще окрестили, до 1917 года. То вот она высказывала уже сопротивление этому. То есть это как бы наоборот перевернуло ситуацию. Да, но ведь если говорить, как бы взвешивать на весах историю, то получается, что здесь меньшинство уже протистояло против большинства, которые шли в колхозы, и которые хотели этих колхозов. А иначе бы не навязать это было, как нам говорят. Под дулом автоматов нельзя заставить. Ведь общину-то не смогли разрушить при Столыпине. Сколько они... Официальная цифра. 22% в итоге, в конце концов, выше. Ну, пятая часть. И вы знаете, я вдруг начинаю вспоминать, что если людям что-то нравится, они не будут выходить, и они не будут за это голосовать. И тут мне вспоминается история, вы знаете, что в Грузии, когда началась коллективизация, не очень люди хотели вступать в колхоз, выращивать кукурузу. И потом, по-моему, как раз Берия был тогда во главе, за Кавказской республикой. Тогда Берия сказала, а выращивайте мандарины, виноград, табак, чай. Да, и когда вдруг все поняли, что в колхозах можно заработать деньги, они, по-моему, через год или через два перевыполнили план по вхождению людей в колхозы и совхозы. Ну, в колхозы тогда, по тем временам. Это была тоже определенная политика. Я понимаю, что там, где выгода, и там, где есть чувство плеча, конечно, безусловно, это гораздо привлекательнее. Ну, вот я хотел просто вот вернуться к Столыпинской реформе, потому что, значит, один очень важный момент, если вот его надо обязательно озвучить сегодня. На самом деле, эти реформы аграрные, они Столыпинскими названы, так сказать, опять-таки, в пропагандистских целях, а пропагандистские все дела, они не являются глубокими. Так вот, если посмотреть глубже, и кто вырабатывал этот курс, который потом назвали Столыпинский? А кто? Вот. Это совершенно другие люди, к которым Столыпин не имел отношения, и даже близко там не было, когда это происходило все. Вы же хотите, чтобы это при ВИТе началось? Нет, и ВИТе тоже. У нас считается, что были вот Столыпин, ВИТе, который пытался примерить на себе одежду аграрного реформатора. Он там в одном совещании, оно называлось очень мудрёно, совещание, особое совещание по нуждам сельхозяйственной промышленности такое. Вот он там солировал, и теперь говорят, вот он тоже этим вопросом занимался. Это всё верхи, верхушки. Это всё чепуха полная. В элите бюрократической, интеллектуальной, аграрный курс вырабатывался в противостоянии двух людей. Фамилии, которые ничего не будут говорить слушателями. Это Иван Логинович Горемыкин и Александр Семёнович Стишинский. Горемыкин потом, который стал премьер-министром после Столыпина. Так нет, Столыпин и стал премьер-министром благодаря Горемыкину, что он это просто настоял перед Николаем Вторым, и тот потом, в общем-то, благодарил его, что он прислушался. Это всё письма опубликованы Николая Второго. Вот эти два человека слыли с самыми крупными интеллектуалами в аграрной сфере. Они всё практически знали, вообще всё. Горемыкин – это тот автор, который... Вот помните, мы сейчас упоминали, 1161 год, освобождение. Что это такое? Это 17 законодательных актов. И он к ним написал как бы пояснения такие, комментарии, по-нашему, говорю. Это были самые популярные книги по аграрным делам. У нас на связи ещё один ваш коллега, Евгений Спицын. Ну, это очень хорошо. Евгений Юрьевич, вы знаете, мы сейчас обсуждаем Столыпинские реформы, и, безусловно, понимаем, что замах-то был такой крупный на действительно настоящий духовный скреп от страны. Но вопрос, это не в этом. Очень часто и многие, и критики, и кто поддерживает Столыпинские реформы, говорят, что вот было бы тебе 20 спокойных лет, и вы бы не узнали страну. А вы считаете, так это или нет? Ну, это маниловщина. Дело в том, что не случайно многие историки, да и современники, называли Петра Аркадьевича отцом русской революции. Он, собственно говоря, заявляя о необходимости 20 лет спокойствия для России, подготовил ту самую революцию. Дело в том, что Ленин ведь в своих знаменитых работах, в том числе «Последний клапан», «Столыпин и Третья дума», ведь чутко показал, что Столыпинская реформа проводилась опять за счет основной массы населения страны, опять за счет крестьянства, не за счет помещений в земле. Он же там, кстати, пишет, я вот ее вчера специально посмотрел, я просто там готовил одну статью по истории России начала 20 века, он там справедливо пишет о том, что еще народники называли реформу Александра Второго не крестьянской, а помещичьей реформой. Тут у нас мало кто помнит. Вот такая же вторая помещичья реформа, то есть в пользу помещичьего, была Геннадий Столыпин. Когда нам говорят о том, что основные постулаты Столыпинской реформы это разрушение общины, это землеустройство крестьян и это переселение крестьян, то забывают сказать главное, что все эти мероприятия проводились за счет самих крестьян. У нас, к сожалению, власть всегда проводит что-либо, прежде всего, так называемые реформы, за счет основной массы народа и никогда не затрагивает правящий класс. Вот это главный урок, который вообще бы хорошо было бы усвоить, когда мы изучаем Столыпинское время. И второе, что я хотел сказать. Вот у нас сейчас Петр Аркадьевич стал чуть ли не самым популярным государственным деятелем, которому ставят памятники, учреждают государственные награды и так далее, и так далее. Во-первых, начнем с того, что он был во главе правительства чуть более пяти лет. Ну, в масштабах России это пшик. Второе, у нас было полно руководителей правительства, которые и по своей значимости, и по своим плодам куда выше стал это во всех отношениях. Но им почему-то не то, что не ставят памятники, а о них даже забывают упомянуть. И последнее, о чем я хотел бы сказать, в том, что Столыпинские реформы, я думаю, что Александр Владимирович уже об этом сказал, что не он вообще был разработчиком этих Столыпинских реформов. Да, да. Да, так вот, эти Столыпинские реформы, они не отличались ни последовательностью, ни комплексностью. Вы обратите внимание, что ведь так называемую земскую реформу он так и не провел, он даже не приступил к ее реализации. Потом он зачастую шел на поводу вот у этого консервативного большинства в Государственной Думе, которая, я замечу, потом создает костяк небезызвестного прогрессивного блока в 1915 году и встанет в открытую оппозицию к царскому режиму и так далее, и так далее. Это человек, который по своим политическим взглядам и по своим политическим действиям был крайне неразборчив. Больше того, я вспомню, что когда он в Думе создавал так называемую проправительственную националистическую партию, которую возглавил Рухлов и Шульгин, Рухлов это министр путей сообщения, Шульгин это лидер фракции националистов, то он, по сути дела, внес раскол в весь вот этот черносотийный лагерь. Не случайно бывший одесский городоначальник генерал Толмачев говорил о том, что именно Столыпин, по сути дела, ударил спину ножом Союзу Русского Народа и другим монархическим организациям, которые в конце концов распались на несколько сегментов и даже не в состоянии были критически для монархии дни поставить, что называется, ей плечо. Вот о чем речь идет. Евгений Юрьевич... Горя Столыпина, к сожалению, она сейчас стала, ну, просто мифологизированной. А вот когда мы создаем на пустом месте мифы, это чревато крупными ошибками в политике, в современной политике. Это надо иметь в виду. Евгений Юрьевич, ну, с другой стороны, надо понимать Петра Аркадьевича, ведь он был на сконтакте на... Он же был зависим от режима, поэтому он не мог выступать против помещиков. Со связи плохо, да? Не понял я. Ладно, Евгений Юрьевич, ладно, спасибо вам большое. У нас проблемы со связью. Друзья, это был Евгений Юрьевич Спицын. Советник-ректор Московского педагогического государства университета. А возвращаемся к нашему эксперту в студии, это Александр Владимирович Пыжиков, доктор исторических наук. Александр Владимирович, ну, конечно, Евгений Юрьевич, как всегда... Нет-нет, ну, все акценты абсолютно правильные. И вот как раз Евгений Юрьевич упомянул, что Столыпин не разрабатывал эти реформы. И вот как раз о чем мы начали только говорить. Да, и вот это будет очень интересно для слушателей. Вот эти вот две фамилии, Горемыкин и Стешинский, конечно, они неизвестны там очень узкому кругу, специалистам там только. Была схватка интеллектуальная между ними. Так вот, то, что делал Столыпин, это все доказывал и вырабатывал Горемыкин. Почему? Вот сейчас все станет понятно. Потому что Горемыкин в своей жизни, в качестве чиновника, около 20 лет проработал в царстве польском. А это хутора, труба, вы уже понимаете, да? И слушатели все это поняли. Я все время думаю, знаете, о чем? Вот эта история хуторов. Я понимаю, что Прибалтика была наша, Пруссия была наша, безусловно, Польша. Там другая среда, Горемыкин была. Нет, иногда я должен, что туда не лезли с нашим общинным строем. Как они жили, так и жили. Конечно. И в Польше это, да. Там действительно вот этот эталон, это хуторское, вот это вот хозяйство. А труба, чего Столыпин-то делал? Да, но всегда, когда я слышал слово хутора, я все время раздрогил, потому что хутора и Россия, это как-то две большие разницы. Большие. Так вот, Горемыкин, будучи там, значит, он вдохновился, а он человек был толковый, как я сказал. Он там книги писал, труды, комментарии к законодательным актам. И вот он стал товарищем, то есть заместителем, значит, по нашему, министра юстиции, как раз по межевым делам. Вот это по межевому, вот это землеустройство. Да-да-да, я понимаю, разделение. И затем он был министром МВД. Стишинский это выходец с другой. И вот здесь была... И Горемыкин предлагал все то, чего делал Столыпин. И более того, Столыпин сам выходец-то из западных губерний Ковенская, Гродненская. То есть он был очень близок ментально к этому. Все, Горемыкин его взял в оборот, потому что Горемыкин это звезда была, а Столыпин это так средний человек. А по-другому нельзя. Надо, чтобы наопираться на людей, которые верят в то, что они делают. Так Столыпин не был интеллектуалом и трудов не писал. А Горемыкину была репутация огромная. Никто не стоял под сомнением. Кто-то думает, кто-то делает, вы же знаете. Да, и он, значит, он, собственно говоря, Столыпина и подготовил, чтобы он делал все, чего Горемыкин разработал. Александр Владимирович, еще один вопрос. Скажите мне, я все время думаю о том, почему действительно они захлебнулись, эти реформы. А почему Столыпин не обратил свою, вот мы говорили по поводу староверов, а почему не обратил свой взгляд на московскую финансово-промышленную группу? Нет, почему? Нет, 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 смотрите, здесь вопрос сложнее. Вы правильно повернули, абсолютно. А потому что вторым человеком, вот Столыпина Горемыкин выдвинул, а вторым его выдвиженцем, воспитанником, был Кривошеин Александр Васильевич. Это ближайшие по аграрной форме. Столыпин, Кривошеин. Это не разлей вода, люди. Это все выдвиженцы, воспитанники этого Горемыкина. А кто такой Кривошеин? Вот мы подходим к вашему вопросу. Он женат был на одной из дочерей Морозовых купеческого клана. Вот вы видите, какая картина у нас вырисовывается? Да, и все начинается. Конечно. И поэтому они предвигали вот этот вот курс. А московское купечество, как я доказываю уже много лет и показываю, в принципе, я считаю, это факт абсолютно ясным, это всегда оппоненты вот этого петербургского чиновничества. Ну, а Николай Первый что сделал? Вот и все, и получил в отместку. Ведь это же он начал, скажем так. Да, но вот какая картина с этими реформами. А вот Стишинский, вторая линия, это линия вот этой вот петербургской бюрократии, хотя бюрократия нехорошее слово. И если бы был жив Плеве, которого убили в 2004 году, летом 2004 года, ну, взорвали его там это, да, вот эти эсеровские террористы там, вот, то не было бы никакой Столыпинской реформы. Она бы шла совершенно иначе. С учетом того, что не нужно, говорили Горемыкину, копировать порядки в царском польском, в царстве-польском, их на всю Россию транслировать. Не нужно разрушать так общину. Дайте ей самой как бы жить. Это Стишинский говорил. Мы не знаем, что это, аккуратнее надо. Да, и при этом, Валерий Владимирович, опять-таки еще раз убеждаемся в том, что ведь община выступала в первую очередь о том, и что ее больше всего беспокоило, о незаконности земель, которых владели помещики, о национализации земли. И если бы пошла реформа туда, вот в ту сторону, вот тогда могло бы все по-другому. Мы сейчас на секунду прервемся. Друзья, напомню, что мы говорим о Столыпинской аграрной реформе и, оказывается, открываем очень много нового, не только в прошлом, но и в настоящем, даже в будущем. В студии у нас Александр Владимирович Пыжиков, это доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государства университета, мы сейчас на одну секунду прервемся и потом продолжим наш разговор, и, надеюсь, узнаем, а что могло действительно произойти, если бы Столыпинской реформы не было в нашей стране. Друзья, мы продолжаем наш эфир. Мы говорим о Столыпинской аграрной реформе, о которой сломали много копий историков, экономистов, политиков, хотим все-таки расставить точки над «и», что это было. В студии у нас доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета Александр Владимирович Пыжиков, и мы действительно вдруг узнаем много нового, интересного и неожиданного об этой реформе. И самое главное, вы знаете, все больше и больше, Александр Владимирович, я убеждаюсь, что именно эта реформа и послужила тем толчком, тем детонатором, который потом... Абсолютно, абсолютно. Евгений Юрьевич об этом тоже упомянул. И вот, я думаю, здесь у нас консенсус такой складывается. Вы знаете, не хотелось вам противостоять, хотелось... Нет, нет. А не получение все. А я хотел бы еще одну грань. Столыпинская реформа такую неизвестную открыть, которая в советский период уже уходит. Это очень важно. Вот я упомянул фамилию этого Стишинского, Александра Семеновича, который там выходится из госканцелярии. Это аппарат госсовета, тоже товарищ министр МВД. Это ближайший сотрудник Плеве. Так вот, он разработал свой вариант, такой более мягкий. Как нужно переходить на частные собственные рельсы, только совершенно не так, как предлагал Горемыкин. Не в польском варианте, царству польского. Да, Стишинский проиграл, потому что Столыпин с Кривошейным, как верные ученики Горемыкина, они, значит, сделали свое дело. И вот теперь мы подходим к важной вещи. А как в годы советской власти, после гражданской войны, ну, когда все это закончилось уже, к мирной жизни как переходить. И тут мы вспоминаем курс Николая Ивановича Бухарина, который очень, помните, крестьянством занимался. Его любят превозносить сейчас тоже. Типа как Столыпин какой-то там, это самый великий человек. Так что сделал Бухарин? Когда встал вопрос, что делать с селом будем, как вот мы будем НЭП проводить, уже новые формулировки появились там, да, Ну, как обычно, нет. Советская эпоха другая, да. Содержание старое. Да, да, эпоха советская. Так вот, что они сделали? У Бухарина был вдохновитель, это очень такой известный экономист, его тоже в перестройку раздули до невозможности, это Александр Чаянов. Известный, что вот он указал путь, значит, Чаянов и его всякие сподвижники, Черенцев там, да, там, Макаров, молодые люди, которые только закончили Петровскую вот эту вот сельхозакадемию в Москве, которая сейчас Тимирядевской потом стала. Что они сделали? Они озвучивали фактически все, что разработано вот этим Александром Семеновичем Стишинским. То есть получается, что это был такой прям мостик? Да нет, они просто взяли у тех все, во главе с Стишинским, я это сравнивал между собой. И вот теперь, когда Чаянов стал в фаворе при сельской власти у Бухарина, и все, они тут же начали под копирку делать вариант Стишинского, вживание там кулака в капитализм, более мягкое, вот это вот все. Ну, естественно, не упоминая об авторе. Слушайте, Александр Владимирович, ну давайте, как говорится, истинно ради напомним, что практически в последний год Петр Аркадьевич вдруг сказал, говорит, все, 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 ладно, говорит, давайте будем думать о кооперации, о кооперативах. А все то же самое. Это курс Стишинского. Кооперативы это то, что нужно абсолютно. Бухарин, что-то с Чаяновым, полностью кооперативная составляющая. Смотрите, но если возвращаться к нашей истории, теперь современности, а что сейчас нам делать с сельским хозяйством? Тогда было 70% населения. Сейчас сколько там? Ну сейчас, да, сейчас все изменилось. Все изменилось, зеркально изменилось. Зеркально, да. Но проблемы остались все те же. Земли, как обычно, как не было, так и нет. Ну территория-то есть. Территория есть. Я, кстати, вот эти, у меня все время для меня это большая тайна. У нас огромная страна, самая большая страна в мире. А получается, земли у нас постоянно нет. Вот нет земли. Ведь тогда тоже не было земли. И тогда на столыпских вагонах отвозили крестьян, туда, за Урал, переселенцев. Да, переселенцы. Это, да, это... Кстати, вот Кривошейн этим занимался. Правая рука Столыпина там, да. Ничего, правда, не получилось, но это другая история. Да, ну не получилось, да. Но они это делали, потому что они хотели снять вот эту вот земельную напряженность в центре, считая, что тут перегруженность населения, а там, наоборот, населения мало. Вот мы сейчас туда, значит, всех это перекинем и все как-то успокоим. Но ничего не получилось, да. И самое главное, я говорю, я еще раз... Это не экономическая мера. Нельзя это просто так было рвать. Они не понимали, с чем они имеют дело. Я имею в виду общину. Не понимали. Александр Владимирович, но все-таки возвращаясь к уже определенным каким-то итогам Столыпинской реформы, но ведь согласитесь, что после шестого года, в седьмом году уже волнения пошли на убыль. Я понимаю, что, безусловно, были войска введены во многие губернии. Не, ну да, потом этот спад пошел, вот это вот такой вот напряженности. Пожгли эти помещи, поместь, поместья. Поместья, поместья. Правда, смотрите, вот я тоже обратил внимание, не жгли помещи дома, а жгли пристройки, элеваторы и так далее и тому подобное. Ну, я думаю, ненависть к помещикам по-разному проявлялась, там, конечно, в каждом случае. Вряд ли тут все это... Да, но дело не в этом. Дело в том, что все-таки спад произошел. Нет, ну, ушло, нет, а все спало. Ну, невозможно же бегать два года, это самое, с дубинами и с виллами. Потом, смотрите, вторая история. Все-таки, опять-таки, это опираясь уже на экономические цифры, все-таки производительность труда в наших сельских угодьях повысилась, и каждый год она получилась с 1,5 процента, а за всю Столыпинскую реформу, там, ну, порядка 10 лет, она действительно, в общем, скажем так, уровень, как сказать, по-русски. Вот эти бывают... Ну, этот вопрос очень запутанный, знаете почему? Потому что вот я... Нет точно статистики? Нет-нет-нет, он вообще не ясно, куда идти, потому что вот я смотрел работы, например, вот мы Столыпинская реформа, Столыпинская реформа, вот эти годы... Да-да-да. Вот уперлись в это, а в эти же годы существовало огромное, огромные латифундии, принадлежащие аристократии земельной, включая, начиная с царской семейки, так? И на самом деле вот эти вот огромные... Их очень оберегали, то есть вымывался средний слой. Смотрите, Александр Владимирович, я еще раз убеждаюсь в том, что как, не то чтобы удержаться у власти, как сделать так, чтобы власть была с народом? Делись. Я понимаю, что, безусловно, есть период накопления, потом период стагнации, но потом для того, чтобы удержаться... Делись, это уже производная от духовной составляющей. Если ее нет, никто делиться не будет. Это профанация только будет, что мы сейчас и видим там, да. Нету никакой духовной общности с людьми, нет. И вообще, само понятие духовной общности дискредитировано и поставлено под сомнение. Да, смотрите, Александр Владимирович, а тогда мы, как раз, переходим к самому серьезному, самому важному. Понятно, что тогда против столовской реформы выступали очень многие, в том числе Лев Толстой. Ну, конечно. Который писал. Это антиевангельское по его делу. Да, он так и написал это все. Конечно. Получается, что Толстой был против, церковь была за. Но Толстой-то не показатель для церкви. Да. Ну, это его и анафемию, как говорится, и попредали. Я просто про другое. А кто тогда, на что должен опираться народ, государство, движение вперед? Как сделать так, чтобы было всем хорошо? Ух, да-да-да. Вы понимаете, да. В рамках нашей передачи мы вряд ли решим этот вопрос. Но ведь это вопрос о мироздании. Ведь, по большому счету, если мы не решим этот кардинальный вопрос, который, как ни странно, до сих пор колом торчит в земле. Ну, правильно, когда мы даже говорим и используем слова мироздания и все, мы выходим не на экономическую чистость изю, а большую. Но у нас сейчас все эффективные менеджеры, они этого не хотят понимать даже и знать об этом не хотят. Поэтому получается некий замкнутый круг, по которому мы гоняемся. Вот из этого круга выйти как? Это подняться над этим кругом, что не только экономическими проблемами все это определяется и регулируется. Опять-таки, я говорю, я не хочу... Надо напомнить людям, в том числе этим, наши-то сказать, эти миллиардеры, что всем помирать надо. И надо об этом задуматься. Это так и произойдет. Говорят, что они задумываются, ну, задумываются они, я вот это слово не перестал, по-изуитски. Потому что в чем суть Ордена Иезуитов была и успех? Потому что когда там кто-то, ведь из иезуитов там была оппозиция, они говорили, вот, значит, вы там себя не так ведете, начинали обличать там, да, монархов, там, этих аристократов. Им это все было как-то неприятно. И тут появлялись эти люди из этого Ордена Иезуита и говорили, не слушай, все правильно дело ешь. Мы все решим, ты нам тут и все. Вот эта профанация, она и сейчас у нас происходит. Оправдать можно все, что угодно. Конечно. Это я прекрасно знаю. За определенную сумму они оправдались, тем более. С радостью. Поэтому вот здесь, когда пишут вот эти все программы, вот эти вот экономические, может быть, правильные, хорошие, там, они ставили под сомнение, но вряд ли этого достаточно. А мы даже сейчас отвыкли об этом думать в этом направлении. Отвыкли. А, кстати, указывали до 17-го года многие вот эти интеллектуалы, которые вот, они примерно то, что я говорю, я у них это почерпнул. Когда они говорили, послушайте, да, у вас тут рассвет, тут товарно-денежные отношения перед Первой мировой войной. Все дела. Какая-то движуха пошла там по-нашему там, да, это самое, да. Ну, посмотрите, в кого эти люди превращаются. Они теряют это тогда, человеческий облик. И что, эта страна родила Толстого и Пушкина, глядя на них, да страшно становится. Вот, мне кажется, это все сюда можно перенести. Вы знаете, и я, говорю, вспоминаю историю Столопинской реформы, когда беднее становились еще беднее. Кстати, Толстой и Пушкин церкви не нужны. Да, но мы... Это для нее вопрос какие-то маргиналы. Вы знаете, недавно я встречался с Феклом Толстой, я говорю, Фекл, у нас сейчас такой продвинутый патриарх, может быть, не пора ли обратиться к клану Толстых, ну, огромное количество родственников, обратился к патриарху, чтобы снять анафему. И она сказала, говорит, наверное, вряд ли. Я вдруг подумал, думаю, какой неожиданный и честный ответ. И возвращаясь, да, и возвращаясь вот к истории, я понимаю, что она не имеет слагательного наклонения. Все-таки, что могло произойти бы, если бы реформы не было? Я теперь абсолютно убежден, что если бы не вот эти гримикинские усилия, гримикинские-столыпинские, был бы тот экономический в населе вариант, который начал продвигать Бухарин в годы советской власти. Потому что он ничего не сделал с Чаяновым, только это все взял на вооружение, начал реализовать. То есть они, когда говорят, что Бухарин и Чаянов, это столыпично, нет, они поняли, что столыпинский вариант нехороший, что деревне нельзя навязать это все. Они поняли это. Поэтому что нужно делать? Так вот же уже все было ясно, как там в спорах. Давайте мы возьмем то, что уже забыли там, да, и этот вариант аграрный будем продвигать. Вот Бухарин это и начал делать. Вы знаете, Александр Владимирович, я думаю, что есть народная мудрость. Мы помним эту пословицу, любим ее постоянно употреблять, как говорится, к слову и не к слову, что, как говорится, русскому хорошо, то немцу смерть. Но ведь в этой мудрости, как ни продакстане, лежит много чего. Конечно. И когда мы берем и заимствуем зарубежный опыт иногда и прикладываем его к родной стране, получается, что он не срабатывает. И мало того, не просто не срабатывает, происходит отторжение. Отторжение, абсолютно точно, абсолютно. Вот это и говорили столыпину. Не надо копировать аграрный опыт Франции или Англии, или что там еще. Не надо. Здесь надо по-другому. Он сказал, нет, продаем. Это было, к сожалению. Но он был фанатик за то. Нет, он был очень сильный организатор, упорный человек там, да. И все-таки в оправдании нужно сказать, совсем что-то мы плохо про него говорили. Боральные качества у столыпина все-таки были на высоком уровне. Это нужно признать. В отличие от того же вида, где слово подонок самое, так сказать, мягкое, которое можно применить. А вот столыпин действительно от него веет благородством. Это было, да. Александр Владимирович, и последний вопрос. Я все-таки вот не могу понять, а как же Сталин это все почувствовал? Вот как он вдруг понял, что есть действительно определенные скрепы, на которые нельзя наступать, которые нельзя разрушать. И он, опираясь на совершенно другую идеологию, взял это на вооружение. Взял. Так в этом и состоит вот тот гений Сталин, о котором Евгений Юрьевич и пишут в своей книге. Вот именно отсюда отталкиваться. Он просто это показывает на пальцах, на конкретном материале. Что действительно человек обладал вот этим вот чутьем, по-нашему говоря. Что был-то из народа. Он же вырос-то не в дворцах аристократических там, да, и на балах там в зимнем дворце. Но это вы сейчас договоритесь. Знаете, вот, Александр Владимирович, вот это вот, бросьте вот это. Александр Владимирович, большое вам спасибо, что вы пришли. Я очень благодарю наших слушателей, которые активно откликались и писали сообщения. Ругали, ругали. Нет, нет, я могу вам сказать, браво гостю. Я понимаю, что, может быть, это тоже спорная позиция, но, по крайней мере, в этой спорной позиции есть огромные семена, которые могут зайти. А взойдут ли они, это уже другого вопроса. Ну, это ровно будет. Друзья, у нас в студии был Александр Владимирович Пыжиков, это доктор исторических наук, профессор Московского педагогического старства университета. Мы говорили о Столипецкой реформе. Мы еще много и долго будем говорить об этой реформе. И будем все время думать. Потому что от народа зависит все в истории. Продолжение следует...